Бахром Газиев Бахром Газиев Впервые Бахром Газиев сел на лошадь в 9-летнем возрасте. С тех пор свою жизнь он не представлял без лошадей. Бахром на сегодняшний день еще и капитан команды сборной Узбекистана по конному спорту. Я любил с детства конный спорт, но у меня такого возможности не было раньше. Я и учился, и работал. По коне дед тоже занимался, дядя у меня занимался комным спортом и работали в ипподроме. В то время у нас был дома 6 соток, рядом еще 6 соток был такой конюшень у нас дома. И там мы выращивали лошадей в то время. Это карабаиры были национальные. Я лет 30 начал потихонечку, когда 30 сполнился, я начал уже профессионально заниматься, потому что я уже учебу закончил потихонечку, и у меня время было. Рано утром устаю, вот, например, уже 6 утра я уже просыпаюсь, и пока переоденусь быстренько, и дома мне рядышком как раз на велике. И уже я не буду приходить сюда, разминяться на велике я сюда уже прихожу. Я уже размятый готов и переодеваюсь в свои конные вещи. Это ежедневно и зимой? Да, 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 и зимой тоже. Если слишком холодно, я на машине прихожу, а так на Минсобете. То есть без выходной? Да, да, нет, выходной есть, в воскресенье у нас выходной. Потому что лошади тоже должны отдыхать, в воскресенье релакс. И сколько идет за тренировка? 45 минут один лошадь, 45 минут занимаемся. А вы сколько занимаемся? 10 минут шагаем, 10 минут рысь и прыгаем. То есть у вас 45 минут ежедневно? Да, нет, ну не один лошадь. В день я работаю трех лошадей, вот так вот. И до 10, до полдесятого, до 10 я здесь, наконец, потом уже ухожу в офис в город. В семье вообще, я так понял, все занимаются, да? И супруга, и дочери. И дочери тоже занимаются. Это было ваше влияние, да? Ну, они на меня смотрели, вот так я, потому что в стране я ухожу на конюшни. Иногда, когда в воскресенье, у них тоже, когда будет время, тоже приходит. У меня даже супруга занимается. Ну, они не профессиональные, но занимаются тоже, потому что они учатся. Ну, основной у меня занимается сын. Младший сын очень тоже любит этот конный спорт. Он вообще-то был футболистом. Конный спорт ему так, 50 на 50 было. А когда начался пандемия, он очень сильно начал заниматься, потому что футбол это все же закрылся у нас. И начал со мной с утра приходить на конюшни, говорит, папа, что-то мне не нравится ваш конный спорт. Если разрешите, я буду заниматься. Почему нет? Вот сколько лошадей есть, давай. И он начал заниматься. За два года он добился очень больших успехов. В этом году, вот недавно прилетели с Москвы, как раз он абсолютно чемпионом среди детей стал. Сейчас на сегодняшний день по СНГ абсолютно чемпионом. Среди детей, да? Да. Когда он выиграл гран-при, это гран-при среди детей, называется, 120, самая высота. У детей 120. Я, честно, не ожидал, что он пройдет нулем без штрафных. Я думал, один-два повала будет. Еле я вот так смотрю. Нет, он молодец. Нулем прошел этот маршрут, и он стал лидером. То есть вы довольны, да? Конечно. Никто не скажет, что это папины связи, да? Да, не там. Конном спорте очень трудно связь. Там за деньги это не решишь. Потому что вот когда смотришь, как можно вот это препятствие, когда вот так стоит препятствие, кто может сказать, что это препятствие нет? Если это препятствие упадет, камера все же видит. А кто скажет, что это не упало? Это видно же. По-моему, в другом спорте можно как-то. А на конном очень трудно. Я думаю, не получится. К плову обязательно подают козы. Да. А вы козы едите? Козы я уже с детства не ем. Я уже с детства это у меня был. У меня любовь к лошадиам. В 2018 году, помимо развитием конного спорта, Бахрамджан начинает заниматься развитием современного пятиборья. И меньше чем за год его команда выигрывает лицензию на Олимпийские игры в Токио. Это стало прорывом для команды. Ведь в стране даже не было подготовительной базы. И подготовка команды шла в Москве. Везде есть конный спорт. И в современном пятиборе тоже есть. И полу, и коневодство. Поэтому где и лошади, и я там тоже вместе с ними. Если начнем с пятиборья. Пятиборье, современный пятиборье, это вы знаете, это пять видов спорта. Там есть стрельба, плавание, бег, фехтование и конный спорт. В последние годы, если вот так посмотреть, в Узбекистане нет базы пятиборья. Поэтому я решил вот этот спорт развивать. И я начал сейчас селекцией заниматься. У нас здесь рядом был синдектар в земли. На сегодняшний день сейчас указ президента как раз у нас вышел. И по этому указу мы сейчас строим новую базу. Я повторяю еще раз, в Узбекистане нет ни одной базы современной пятиборья. Поэтому здесь будет и у нас конюшня будет, и фехтование, олимпийский бассейн будет, вот этот весь комплект. Пятиборья не было вообще в стране, да? Пятиборья было, ну, не развивали просто. И команды не было на тот момент. Команды не было. Как будет развиваться, если базы не будет? А я своих спортсменов начал тренировать в России, в Москве. В 19-м году мы получили лицензию в городе Ухань. Если помните, вспышка вышла в Ухань в декабре, да? Ожидали вот эту лицензию? Честно говоря, я ожидал, потому что у меня спортсмены очень способные были. Алексей Фахрудин и Саша Савкин. Я не знаю, я почему-то уверен. В Узбекистане в истории впервые получили эту лицензию. Не менее прорывные показатели были и у команды. По конному спорту по-другому и не могло и быть. Есть ли капитан команды у тебя такой лидер? Первое место в маршруте с высотой препятствий 125 сантиметров награждается Бахрамжон Газиев. Он выступал на лошади по кличке Леди, Республика Узбекистан. Уже два года подряд сборная Узбекистана становится лидером евразийской группы и выходит в финал престижного турнира по конному спорту Кубок нации, который проводится уже более века. В Барселону со всего мира сижается элита конного спорта. Это и спортсмены, и руководители федераций. А поскольку это королевский вид спорта, то и среди участников много представителей королевских дворов Европы и Ближнего Востока. Теперь в этой кампании есть и представитель Узбекистана, который при этом не только руководит федерацией, но и одновременно является действующим спортсменом. Финал – это большое достижение. И, конечно, сборная команда Узбекистана, которая выиграла Евразийскую лигу, введенную специально для стран, которые входят в третью группу FIA, это большой, безусловно, успех команд Евразийской лиги и сборной Узбекистана. Участие команды страны в подобных турнирах важно не только в спорте, но и развитии международных связей. Таким образом в мире узнают о достижениях молодого центральноазиатского государства. В конном спорте, я могу смело сказать, у нас достижения очень большие. Впервые тоже лицензии взяли на Барселону в 2021 году. Наши всадники Курбанов Бекзот, Нурджан Тойгбаев, Умит Камилов, Акзан Талибаев – это вот четыре команды. Четыре команды и еще у нас два запаса было. В СНГ дается одна лицензия. Одна лицензия на СНГ? Одна лицензия, да, на Барселону. Что такое в Барселоне проходит? Там Кубок нация проходит. Со всего мира там двадцать сильные команды попадают. Из них один лицензия в СНГ дается. Один в Америку, Соединенные Штаты Америки. Вот так разделены. Ну там двадцать команд. Все, больше нет. Ну все сильные лошади. Там лошади не прыгают, летают там лошади. Так можно сказать. За сто два лет мы первый раз вышли в Барселону. В 21 году у вас в Барселоне была премьера, да? Премьера. Как вас встретили? Они вообще, они оказывается не ожидали, что в Узбекистан как может попасть. Они вообще не ожидали. Уже пять лет тренером команды страны работает французский специалист Камаля Абдельзири. Впервые Бахром познакомился с Камалом в 2015 году в Дубае. Спустя два года француз сменил аравийский климат на климат солнечного Узбекистана. С 2017 года я его на работу сюда пригласил, сюда в Узбекистан. На сегодняшний день он у нас работает здесь на конюшне и мастер-классы всем показывает. И узбекским садникам тоже много чего учат. И благодаря него тоже у нас и конный спорт, и полу тоже развивается. Главным условием моей работы – помогать Узбекистану развивать конный спорт в стране, как эксперту и тренеру. Сейчас все идет неплохо, организация и тренировки улучшаются. Я показываю новые методы, спортивную технику. Также готовлю на соревнования и как можно улучшаем командные показатели, чтобы был прогресс. Французский специалист очень быстро полюбил традиции Узбекистана, ведь его предки имеют арабские корни. У меня есть даже два дома здесь. Один в Ташкенте, другой в Черчаке. Но я живу в Черчаке, потому что мне не нравятся большие города, потому что я оставался в Дубае на очень долгое время и очень устал от большого города и решил жить в Узбекистане. Еда очень хорошая, просто фантастика. Также я люблю готовить. Я провожу все свои выходные с готовкой разных блюд. Также готовлю узбекские блюда. По словам Камиля, узбекские спортсмены очень талантливые, но, к сожалению, пока мало навыков и опыта, и это не их вина. Существующей инфраструктуры недостаточно, есть над чем работать. Здесь нет специализированных ветклиник, которые могут оказывать помощь лошадям. Уверен, в ближайшее время у нас появится хорошая база, соответствующая всем высоким стандартам международного уровня. Важным фактором развития спорта является поиск молодых спортсменов, не только в столице, но и регионах республики. Будем стараться в Олимпиаде на 2024 год по трейборю выйти. Потому что сейчас я отдельную команду, сейчас, отдельная команда у нас сейчас готова. И я их хочу отправить во Францию, чтобы учиться по трейборю. И на следующий год у нас азиатские игры будут. Они будут выступать на азиатские игры, дальше уже Олимпиада. Поэтому, как я вот пятиборю готовил на Олимпиаду, сейчас готовлю трейборю тоже на Олимпиаду. На трейборе там дрессаж, выездка, кросс и конкурс. Это три вида спорта, один лошадь, один всадник должен делать. Для развития собственного коневодства в 2020 году в стране была создана Федерация Поло. По словам Бахроме, изучив породу аргентинских лошадей, которая используется во всем мире для игры в поло, он пришел к выводу, что местные карабаиры нисколько не отличаются по выносливости и скорости от аргентинской породы, кроме стоимости. И после первых итогов соревнований по полу в Узбекистане к Бахрому поступили предложения купить этих лошадей. Да, мы сейчас занимаемся селекцией, на сегодняшний день сейчас, потому что карабаиры тоже вот так, если посмотреть, на статистику потихонечку мало становится. Поэтому сейчас мы развиваем своих национальных лошадей, чтобы можно заниматься полуспортом, тоже как раз подходит, понимаете, экстерьер, ихний рост. Поэтому сейчас развиваем и карабаиры, и одновременно сейчас развиваем немецкие породы лошади. Мы уже за границей сейчас не будем лошадей покупать. Например, лет 7-8 тому назад я покупал лошади с Германии, с Франции. А сейчас на сегодняшний день мы уже не покупаем, сами развиваем. Я вот 2-3 года изучал для полуэтих лошадей. Как раз эти лошади выращиваются, оказывается, в Аргентине. И они самые дешевые стоят 100 тысяч евро и 150-200-300. Вот такие они экспортируют в Соединенные Штаты Америки, в Европу, везде экспортируют. И у нас как раз рост экстерьер тоже оказывается одинаковый, подходит. Поэтому я вот это подумал и сейчас начали сами выращивать. Я думаю, через 5-6 лет мы тоже можем экспортировать. Даже на сегодняшний день, вот в 2020 году открыли эту федерацию, у нас в Узбекистане полуфедерации не было. За 2 года мы сейчас, у нас на сегодняшний день 15 команд есть. 15 команд есть. За 2 года, я думаю, это большая работа. Мы начали уже соревнования проводить по полу. В Амерсайе провели соревнования над уровнем моря. Там 1900, что ли, где-то у нас разница. Это зимний пол. Да. Это пол можно и в снегу, и на леду можно играть, и на песке, и на траве. Вот вообще без проблем. Как удобно можно. Лишь бы ровно 100 метров на 190 должен быть размер, и можно там играть. В Амерсайе, я помню, когда мы первый раз проводили, там даже места не осталось зрителям. Там такие пробки образовались вообще. То есть был ажиотаж, да? Очень большой ажиотаж был. И мы начали потом в Пахтакоре проводить. У нас на конюшнице здесь начали проводить. И в этом году в Чингане еще начали проводить. У нас уже команда сейчас, на сегодняшний день 15 команд есть. И я думаю, через 2-3 года даже мы можем экспортировать лошады. На сегодняшний день уже есть потребность с Малайзии спрашивать наших лошадей. Потому что у нас эти лошади стоят, например, 1000 долларов, а силы 2000 долларов. Ладно, скажем, 3000 долларов. Вот эту лошадь, я вот даже многим не говорю, в регионах тоже, когда собрание делаем, можно по 3000 долларов эту лошадь купить. И их... Карабаир. Карабаир, наши национальные карабаиры, и их надо тренировать. За полгода можно научить, за полгода. Потому что карабаир такие духовые, знаете, да? Очень духовые они. Они не боятся вот этих палок, ничего не боятся. То есть сильная... Да, да. И они вынослили, да, да. Они очень вынослили наши карабаиры. Одну лошадь купил за 3000 долларов. И полгода хорошенько научить, и можно по 5000 долларов запросто экспортировать. Федерации, возглавляемые Бахромом Газиевым, достаточно затратные. И во всем мире имеют спонсорские контракты ведущих компаний мира. Пока в Узбекистане нет серьезных мировых игроков, и нет больших международных турниров по этим видам спорта. Поэтому приходится много вкладывать собственных средств. И помогают друзья. Ведь, по словам Бахрома, в этом виде спорта кушают все. Конный спорт – это королевский вид спорта, если вы знаете. Это есть в Европе и Соединенные Штаты Америки. Это даже номер один спорт считается. Потому что на разном спорте только кушает спортсмен, правильно? Там витаминизация. Иногда тренер. Да, тренер. А у нас и тренер, и спортсмен, и лошади. А лошади больше всех. Четыре раза питается, да. Вот это много не учитывает. Это конный спорт – очень дорогой вид спорта. Слушая Бахрома, понимаешь, этот человек обладает большой внутренней силой, что даже к своим травмам, полученным на соревнованиях или тренировках, он относится с долей юмора или его трепетным отношением к рождению жеребят или посильное участие в жизни детей с ДЦП. Только благодаря таким людям, с их безусловной верой в свое дело, начинает меняться общественное сознание. Благодаря стараниям нашего героя, меняемся мы и мир вместе с нами. В конном спорте без травмы никак не получится, потому что год тому назад до Олимпиады я выступал в Москве. И когда я выступал, взял наличник первое место, вышел, как раз я новую кобылу купил, но я его хорошо не знал. На награждение у нас по конному спорту выходишь с лошадью, не сам, с лошадью надо выходить. А я его, вот этого не знал, что настроение, что-то настроение плохое было у нее, она такая горячая кобыла. И раз она взяла, как на свечку вот так подняла, вот так переварила, и я упал. И вот эта рука у меня вот, поломал я руку, а через три дня я должен был в Олимпиаду улететь. Уже билеты, все готово. Тем более, пандемии же, налево-направо не поменяешь. Я сломанной рукой поехал в Олимпиаду, через месяц я приехал, хотел операцию сделать. У нас в Узбекистане посмотрели, что-то трудно сказали. Я поехал в Истамбул, там сделал операцию. Месяц я вот так ходил. В карсете вот так. И спал вот так. Надели мне вот так, поломал руку. А еще что поломали с любимыми лошадьми? Комный спорт такой. Весь перелом? Постоянно, напрямую, у меня здесь вот эти рубли, все поломанные там. Сколько вот, когда прыгали, иногда бывает неудачные тоже тренировки или там. Даже на тренировках, да? Да, да, на тренировке тоже бывает. Вот падал, поломал, четыре рубра, три трещина, вот так такой был. Нормально, месяц уже проходит. Двадцать дней, двадцать пять дней. Я уже снова в бою, да? Снова в бою. И конный спорт без травмы, это не спорт. Каждое воскресенье я здесь на конюшнюю пригласил. Есть такие дети, ДЦП, ипотерапию проводим. Здесь дети катаются и получают удовольствие. Есть такие дети, которые не может говорить. И родителям говорят, идем на конюшнюю, вот так тянем. После работы я, если пораньше освобожусь, все равно я приходю на конюшнюю. Потому что прихожу, если ранее я прихожу, купаю лошадей и контролирую все равно. И у нас, когда лошади рожают, я ходил где, если я в Ташкенте, конники всегда мне звонят. Я говорю, когда уже начинаются схватки, сразу звоните. Я сам прихожу и принимаю роды сам. Сразу 20 метров марли беру, когда рожают. Уже я сам их вот так. Они же холодно же, когда рожают, знаете, да? Я открываю вот это все. И за этот жеребенок за 40 минут, за 50 минут, на него так стоит. Когда на него стоит, уже считается, это нормально. Я уже могу уйти. Но это я сам с ветеринаром вместе принимаю роды. Это такое удовольствие, я честно не могу. Не объяснимо. Да, не объяснимо. Там такая концентрация будет. Ни о чем не будете думать, только вот о него, да? О ней. Поэтому это очень для меня очень большое удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok